Уважаемые гости, уважаемый президиум, уважаемые коллеги, разрешите организаторов сегодняшней юбилейной конференции поблагодарить за приглашение для участия на сегодняшнем форуме. Я не первый раз в Алмате и с удовольствием всегда принимаю участие на всех ваших конференциях. Тема сегодняшнего нашего сообщения касается... Я правильно? Или на середину надо? По данным Всемирной организации здравоохранения, в настоящее время из-за ухудшения экологии более 10% населения Земли имеет заболевание органов зрения. Экологическая катастрофа в регионах привела к распространению и осложнению состоянием заболевания органов зрения. Я должна сказать, что одним из следствий такого самоуверенного и неразумного отношения к водным резервам это гибель Аральского моря, которая превратилась в настоящее время в соляную пустыню. В начале 60-х годов прошлого столетия по распоряжению Министерства сельского хозяйства Советского Союза было такое распоряжение о том, что с целью орошения засушливых земель Казахстана и Узбекистана перебросить стоки рек Амударья и Сырдарья именно в эти пустынные зоны, а эти реки питали Аральское море. И к 80-90-м годам Аральское море превратилось в небольшой водоем, который представляет из себя только 10% бывшего Аральского моря. Можете себе представить, к чему это приведет, потому что Казахстан в этом плане страдает не в меньшей мере, чем Узбекистан, потому что такие области, как Семипалатинская область, Карагандинская область, Восточно-Казахстанская регионы есть, которые граничит именно с этим регионом экологической катастрофой. Естественно, в период пылевых и соляных бурь, которые наступают очень часто, а в районе приорали они постоянно, воздух поднимается в год, по данным медстатистикой, где-то более 100 тонн пыли, которые содержат и гербициды, и дефолианты, и тяжелые металлы и так далее. И, естественно, это приводит к огромному количеству заболеваний. Я не говорю о том, что это экологическое неблагополучие привело к гибели флоры и фауны в этом районе, загрязнению воздуха, воды, почвы и так далее. Человеческий глаз, как самый уязвимый орган, он не защищен от воздействия внешней среды, и поэтому в первую очередь страдает от воздействия пыли, соли и других физических факторов сначала на передние отрезы глазного яблока, а затем и глубже. Поэтому Аральское море ушло, а пациенты с заболеваниями, с тяжелыми осложнениями, органы зрения, они остались. И поэтому целью наших исследований явилась это повышение эффективности лечения региональной офтальмопатологии с учетом особенностей клинических проявлений глазных заболеваний в условиях южного приоралия. Надо сказать, что в районе южного приоралия у нас лет пять назад уже была проведена очень серьезная работа научная, и исследовали миопию, потому что данные по миопии они зашкаливали, рождались дети с рефракционной миопией, и это был бич. На самом деле вообще про другие глазные заболевания особых источников мы не нашли ни у себя в республике, ни в Казахстане. И поэтому это были наши пилотные исследования. Мы попытались посмотреть, какие же все-таки заболевания превалируют, в отличие от заболеваемости вообще по Узбекистану. Поэтому задача исследования – это изучить особенности распространения глазных заболеваний в условиях южного приоралия путем ретроспективного анализа заболеваемости данных реестра Центра статистики Минздрава. Изучить особенности клинических проявлений конъюнктивита в регионе и оптимизировать схему лечения. Изучить особенности клинических проявлений птеригиума в регионе и определить схему комплексного лечения. Изучить особенности клинических проявлений возрастной катаракты для определения тактики хирургии. И внедрить разработанные схемы лечения в клиническую практику офтальмологии южного приоралия. Для того, чтобы определить, какая же все-таки распространенность была, мы, конечно, обратились в отдел медицинской статистики Минздрава Республики. И мы постарались проанализировать и систематизировать эти данные. В результате чего мы получили, что общая заболеваемость глазными заболеваниями, в отличие от Республики, увеличена в 40 раз, а первичная заболеваемость в 70 раз. Распространенность глазных заболеваний, опять-таки, любезно нам предоставленные отделом статистики, выявилась, что в первую очередь это болезни конъюнктивы, и куда входят и конъюнктивиты, и птеригиум, рубцы конъюнктивиты и кисты. Болезни хрусталика, вторая очередь. И, наконец, нарушение аккомодации рефракций, то, о чем мы говорили. И вот эти заболевания, в основном, они больше проявляются, достаточно агрессивно протекают и чаще встречаются в районе южного приоралия. Поэтому мы остановились на этих трех заболеваниях для того, чтобы проанализировать их клинические особенности и как с этим бороться. Поэтому из этих пилотных мы отобрали 889 больных, которые находились на амбулаторном и стационарном лечении. И это заболевание, синдром сухого глаза на фоне хронического конъюнктивита, это птеригиум и катаракта, осложненная псевдоэксфолиативным синдромом. Хронический конъюнктивит. Конъюнктивиты в районе приоралии это нормальное явление. Редко можно найти человека, который этим не страдает, потому что постоянное воздействие соли, пыли, оно вызывает, конечно, конъюнктивит. Группу больных, которые мы проводили, сначала провели бактериологическое исследование на микрофлору и чувствительность к антибиотикам, провели адекватное этиотропное лечение, но в результате оказалось, что каждый из них не вылечился, а появился синдром сухого глаза на фоне хронического конъюнктивита, несмотря на адекватную антибиотикотерапию. Почти у каждого второго. Что касается птеригиума, это был первичный птеригиум, первичный птеригиум с признаками воспаления, рецидивирующий птеригиум и рецидивирующий птеригиум осложненной дистрофией роговицы и издевственной метацели. Осложненная катаракта, для нас это было открытием, что встречалась катаракта почти больше, чем у половинок, именно с ПЭС, севдоэкспалиативным синдромом. Общие рутинные методы исследования, а также исследования слезного аппарата и глазной поверхности. Учитывались субъективные признаки по шкале OCDI, а объективные признаки – это уменьшение или отсутствие у краевек слезных менесков, локальный отек бульбарной конъюнктивы с наползанием на свободный край века, вялая гиперемия конъюнктивы, загрязнение слезной пленки и дегенеративные изменения роговицы и конъюнктивы. По способу лечения больных с конъюнктивитом мы разделили на две группы. Это контрольная группа, которая продолжала получать антисептик с инксульфат сборной кислотой, и вторая основная группа – с добавлением препарата искусственной слезы. Субъективные признаки OCDI не налицо, и, конечно, именно в основной группе эти признаки достаточно заметны, достоверно лучше. Объективные признаки точно так же от единицы до 0,12 в основной группе, особенно на 30-й день это разница заметна, то есть присоединение препаратов искусственной слезы дает эффект. Надо сказать, что препараты искусственной слезы не только работают как патогенетические в плане несостоятельности слезной пленки, они работают как просто защита. Поэтому больные у нас в Каракалпаке, это район Нижнего Приорали, они всех входят, если есть такая возможность, с лаконами, с препаратами искусственной слезы, особенно в период, когда начинаются пылевые, и соленые бури, это просто как защитная пленка от попадания внешних факторов. Для того, чтобы определить состояние слезного аппарата, проведены тест Ширмера и Джонса, которые оказались неизменены, потому что здесь вопрос был не в слезоотделении, а в состоянии слезной пленки. Поэтому проба норма, вы видите, она достаточно заметная, которая показывает время разрыва слезной пленки, и в той группе, где проводится лечение при помощи искусственной слезы, там несколько радужные результаты. Что касается птеригима, я думаю, что тем врачам, которые работают в этой зоне, они обратили внимание, что методика макроинольца, обычная методика, она эффекта не дает. Буквально через месяц начинается рецидив. Это даже, вот сейчас мы будем про проценты говорить, на самом деле это 80% больных. Поэтому вот посмотрите, головка птеригима, она в какой группе? В группе Южного приорали и в группе Сулбекистана. Наиболее агрессивная и осложненная, конечно, в районе Южного приорали. И поэтому обычная методика макроинольца, она неэффективна. По способу лечения мы решили разделить на две группы. Первичные и рецидивирующие. И по способу лечения это птеригимактомия по методу макроинольца, все-таки группа как контрольная. Птеригимактомия из пластика аутоконнективы на ножке, предложенная нашим офтальмологом. И патогенетически ориентированное лечение в сочетании с птеригимактомией, которая включала лечение до птеригимактомии, птеригимактомии и после проведенного лечения. Трехэтапное лечение. Динамика остроты зрения, она говорит за себя, в процессе лечения, она, конечно, достаточно достоверна. Рецидивы. Интересны вот эти данные рецидивы у оперированных больных. С первичным птеригимом и рецидивирующим птеригимом. С первичным птеригимом все-таки, посмотрите, в основной группе всего у одного больного 7,1%, а в контрольной группе 50%, то есть каждый второй больной отмечал рецидив птеригима после операции. То же самое при рецидивирующем птеригиме, который протекает очень тяжело. И по описанию самого птеригима вы видели, что это осложненные формы, смешанные с воспалительным процессом, с грубыми дистрофическими процессами. Здесь та же картина. При рецидивирующем птеригиме пытаются все-таки делать некоторые по макроэнольцу. Вот видите, 85, почти 86% рецидива, когда в основной группе всего 12%. Больные с катарактой страдали в основном первую очередь это передние кортикальные слои, это ядро страдало, а потом и передняя капсула, тотальное помутнение. По плотности катаракты больше всего превалировала вторая, несколько больше, третья степень плотности катаракты. Исследования ПЭС по данным УБИМ и биомикроскопии. Вот желтым квадратиком обозначены это показатели биомикроскопии. То есть у почти 26% пациентов признаки ПЭС по биомикроскопии не определялись. То есть это скрытые формы. Когда эта же группа больных по УБИМ определялись не только первая, вторая, но также и даже третья стадия ПЭС. Распределение пациентов контрольной группы по возрасту и стадиям они в отличие и контрольная, и основная группа. Они однородные, и вы видите, что здесь данные достоверны. Учитывая все, что было сказано, с учетом того, что у нас достаточно жесткий регламент, и мы все-таки, по-моему, запаздываем, мне хотелось бы сразу перейти к выводам, потому что у нас делается научная работа, я могу очень много об этом говорить, и, наверное, возникнет больше вопросов, чем ответов. Поэтому выводы. Анализ данных по заболеваемости офтальмопатологии свидетельствует о том, что в зоне южного приораля преобладает заболеваемость хроническим конъюнктивитом, возрастной катарактой и птеригимом. Характерными клиническими особенностями хронического конъюнктивита в регионе южного приораля является присутствие симптомов синдрома сухого глаза, которое требует после проведенной противоспалительной терапии включения в схему лечения препаратов искусственной связи, что позволяет повысить детский мастичение. Клиническими особенностями развития птеригима в регионе является быстрый агрессивный рост новообразованных сосудов и тела птеригима. После птеригимектомии проведенной стандартным методом рецидив заболевания составляет до 86%, а проведение патогенетически обоснованной многоэтапной терапии сокращает это до 7,1 и 12,5% в зависимости от формы птеригима. Возрастная катаракта отличается быстрым прогрессированием от 6 месяцев до 3 лет, часто сопровождается почти в 60% ПЭС, что приводит к внутри и после операционным осложнению. Определение состояния капсульно-связочного аппарата у Сталика при помощи УБМ позволило в 26% выявить скрытый ПЭС, предварительно планировать хирургическую тактику и прогнозировать исход операции. УБМ является необходимым дооперационным методом обследования, который представляет нам объективную информацию о состоянии цилиарного тела, радужки, капсула, связочного аппарата уже на ранних стадиях патаракты, особенно у пациентов, проживающих в зоне экологического неблагополучия. Практические рекомендации для оптимизации терапии вторичного синдрома сухого глаза в регионе Южного Приорали рекомендовано включать схему лечения препаратов искусственной связи. Применение комплексного лечения патаризима в регионе Южного Приорали позволяет контролировать, наблюдать, лечить, а также предотвратить рецидирование последнего. При планировании хирургии патаракты с целью изучения состояния капсулосвязочного аппарата и для прогнозирования возможных интрооперационных осложнений под хирургическим вмешательством рекомендуется проводить ультразвуковую биомокископию в дооперационном этапе оследования пациентов. Спасибо за внимание.